всем привет сегодня вторая часть видео а почему я с вами здороваюсь в форме миньона вы узнаете в конце видео досмотрите до конца и так листаю я сейчас вешалки с верхними частями гардероба скажем так сегодня я в основном их и буду показывать видео получилось бы очень длинным поэтому я делю на несколько частей впереди еще будет две части одного и того же захода можно сказать попалась мне вот такая интересная кофточка со скелетом барта симпсона мне кажется она даже должна была светиться в темноте также посмотрела спортивную одежду и и осталось мало но вот нашла такую маечку от пума вот такой спортивный топ были там еще лосинки и может быть когда я соберусь спортзал я обязательно что-то присмотрю но пока решила не брать потому что ну не совсем может то чтобы мне хотелось да и в зал я пойду когда неизвестно поэтому лучше приобрету по факту но так спортивная одежда тоже есть сегодня все по 200 рублей поэтому и не так много но есть далее опять листаю свитера вот первый шерстяной был интересный вот этот тоже шерстяной первый шерстяной правда мне кажется неудачно постирали потому что на ощупь он уже как валенок стал также решил посмотреть пиджачки и жакетики я их не ношу абсолютно но все равно смотрю иногда вот попался такой от марк кейн здесь тоже шерсть составе но модель совершенно мне не понравилось хоть эта фирма и дорогая но нет итак я уже в примерочной я устала я облазила почти весь магазин у меня вот здесь целая куча вещей вот здесь всего 25 вещей на примерку поэтому все будет в несколько частей ну первую часть покажу вам сегодня и начну с жемчужины 100 процентный кашемир вот такая интересная кофточка 200 рублей сегодня стоило она очень интересно застегивается на запах я правда когда разобралась прошло немало времени вот так она смотрится на мне странная модель не мой фасон не мой вариант да он очень мягкий он очень приятный кашемир но модель не моя дальше нашла вот такой интересный свитер здесь 25 процентов шерсти в составе есть приятные на ощупь вот такие пайетки веселенькие переливаются мне кажется смотрится очень нарядно и добавляет изюминки вот так он смотрится на мне очень эти мягкие пайетки не колется вот такой интересный рукав воротничок стоечкой небольшой мне понравилось как он съел он чисто черный на камере он смотрится немножко графита но в жизни он прям ярко-черный скажем так мне он понравился поэтому его я решила забрать а как вам такая модель свитера дальше примере вот такое пончо от он ли но она идет с таким манжетом рукавом давно хотела примерить нечто подобное их сейчас кстати очень много появилась секонд-хенди но выбрала на примерку вот такое например вот взять для какой-то тематической фотосессии за 200 рублей почему бы и нет здесь я берку состав не нашла но шерсть чувствуется присутствует поэтому для какой-то фотосессии тематической вообще задаром можно сказать дальше вот такой свитер нашла здесь 38 процентов шерсти и 38 махера вот так он выглядит он укороченный но мне кажется его слегка тоже неправильно постирали и он подсел еще больше хотя обычно страдает рукав но здесь рукав оптимальной длины но вот сам свитер по длине непонятно и вот эта горловина ни туда ни сюда тоже так себе думала будет что-то интересное но нет к тому же он все-таки такой колючеватый скажем так дальше нашла вот такой интересный свитер от super dry у меня есть от этой фирмы толстовка она очень хорошего качества но здесь только 10 процентов шерсти остальное все акрил также присутствует люрекс интересный свитерок в принципе такое такие мотивы но вот эта надпись конечно на всю грудь super dry мне как-то не очень впечатляет а так модель интересная тоже для какой тематической фотосессии может было бы интересно но к телу он не совсем приятный и хотелось бы чтоб он сидел по свободней поэтому конечно тоже нет дальше буду примерять вот такую кофточку водолазочку назовем ее 70 процентов вискозы в ней принт гусиная лапка спереди присутствует очень приятная на ощупь давайте примерим вот так она смотрится на мне вы спереди выглядит как будто я сверху надела жилетку но нет вот такой принт присутствует мне нравится что здесь такое горлышко высокое то есть горло будет закрыто вот так он смотрится на мне долго я крутилась вертелась думала может покороче надо чтоб он был но думала думала и решила все-таки взять потому что с такой горловины мне вот такой облегченный свитерок нужен потому что в основном все идут либо с круглым вырезом либо с v-образным и хочется шею все-таки закрыть дальше в эксклюзиве нашла вот такой свитер от j crew из стопроцентной шерсти мериноса потрясающего королевского синего цвета на эксклюзив сегодня скидка была 90 процентов его можно было купить даже дешевле чем остальные вещи но уже при примерке я обнаружила несколько дырочек принципиально не беру дырявые вещи особенно шерстяные потому что где одна дырка там уже несколько может появиться если моль почикала где-то то возможно где-то еще ниточка под зацепилась и все гудбай еще один свитерок из эксклюзива тоже я думала что что ж его никто не взял классный цвет классный состав и тоже уже при примерке обнаружила практически на самом видном месте дыру понятно почему никто не взял а так прикольный я бы его забрала стопроцентно дальше буду примерять вот такую кофточку от monkey конечно не самый лучший состав но мне понравился фасончик такой укороченный вариант она довольно таки приятная к телу но сплитч как-то она сползает непонятно топорщица ну коротенькая да зимой не поносишь но решила примерить в принципе интересная но нет не буду я ее брать дальше очередное сокровище которое я нашла это вот такую блузку из стопроцентного шелка здесь присутствует такой принт и гусиная лапка и какая-то клетка в общем много принтов понамешано много цветов вот так она смотрится в общем на мне размер конечно не мой но села неплохо долго я в ней крутилась вертелась все таки люблю я рубашки но не ношу практически потому что носить не их некуда на работе у меня дресс-кода нет рубашечного я в основном хожу там футболках потому что жарковато так шелковых рубашек у меня уже несколько есть я не все до сих пор выгуляла поэтому насчет этой очень долго думала к тому же она вот такая длинная спать в ней тоже не получится потому что я не люблю когда присутствуют какие-то пуговицы и мне это бы мешало а так классная рубашечка блузочка дальше буду примерять вот такую футболку с горлом из стопроцентного хлопка такого горчичного цвета я все до сих пор в поисках какого-то горчичного верха для себя но эта футболка меня сильно перетянула пережала подмышки и пока я влезла в это горловина не знаю у меня наверное голова какая-то большая я испортила всю свою в кавычках прическу мало то что и так лохматая была стала еще более лохматая и дальше я буду примерять то из-за чего собственно я здоровалась с вами в виде миньона потому что вот это сарафанчики нашла одно время во всех наших шоурумах были они и угадайте на кого я похожа в этой футболке сарафане да я сразу представила миньона хоть это сарафан такого изумрудного цвета но на миньона я однозначно в нем похожа здесь очень странные лямки мне кажется он вообще подростковый потому что там указана ростовка и мне он широковат в талии а вы бы такой сарафан взяли для 30 лет не тетки или нет я вот засомневалась хотела в свое время но решила не брать на этом у меня в этой части все продолжение следует поэтому подписывайтесь и оставляйте комментарии всем пока-пока про Продолжение следует...